Всем добрый день, с вами канал Michael Chess и сегодня мы разберем тему реализации материального преимущества в окончании. Ферзь против коня. В этом окончании все довольно просто. Выходим пешками, выпускаем ферзя, нападаем на вражеские пешки, объедаем их, делаем проходную и потихонечку выиграем. Самое главное, что нужно знать, это проверять ходы ферзем, не ставить его под бой, соответственно, и, конечно же, не ставить под вилку коня. Давайте начнем ходом e2, e4, открывая дорогу ферзю и королю, черный ходит g6, давайте откроем еще дорожку ферзю d4, c4, чтобы наш ферзь мог выходить в любую сторону. Итак, черные сыграли b5, конечно же, нам выгоден размен, с каждым разменом у нашего ферзя все больше и больше возможностей. Например, сейчас мы уже вышли и напали на вражескую пешку, черные нам ее просто подставляют, но давайте мы ее заберем. Черные вышли и напали на нас, ферзем стали как-нибудь поактивнее в лагере черных и теперь прогоняем черного коня, который защищает эту пешку. Сразу бить пешку не будем, потому что нас ест конь, шахи ничего не дают, поэтому мы просто пешкой прогоняем коня. Конь отошел и забираем еще одну вражескую пешку. И теперь у нас появляются две проходные пешки, это пешка a и пешка b, которые мы будем продвигать в ферзи. Давайте начнем с хода b4 и пешка довольно быстро помчится сейчас в ферзи. b5. Черные как-то пытаются вырваться, но мы не реагируем, входим b6. Король e7. Давайте, давайте разменяем одну пешку. Это в принципе не имеет никакой роли, тут никакого значения. И идем пешка вперед. За эту пешку черным придется отдать целого коня. Давайте ферзем отойдем, свяжем коня. Давайте, ладно, проведем ферзя. Черным придется отдать коня за эту пешку. Ну а теперь все довольно просто. Мы просто можем провести вторую пешку, чтобы у нас было два ферзя. И поставить очень быстро мат черному королю. Итак, a5, a6. Ну самое главное проверять, чтобы черные там тоже не прорвались. Если черные подставляют нам пешку, конечно мы ее забираем, чтобы не было проходных. Ну давайте еще заберем. Давайте еще заберем. Черные уже в безвыходной ситуации просто отдают нам пешки. Мы проводим второго ферзя. Хотя можно и одним ферзем было замотовать. Ну давайте мы проведем второго ферзя. В этой пайце самое главное это не поставить под королю. Внимательно смотреть, чтобы у черного короля было хоть одно отступление. Если мы не даем шаг, например, к g3, мы видим, что король может пойти на e4. Да. Давайте дадим шаг. И теперь будем ставить линейный мат. Дадим шаг. Шаг. Так, забрали пятую линию. Забрали седьмую линию. И поставили линейный мат. Да, седьмую линию наш ферз забрал. Второй ферз забирает последнюю линию. Последнюю горизонталь. Ферзя 8. Королю мат. Все довольно просто. Самое главное это не подставить ферзя под бой. Не подставить ферзя под вилку коня. Ну и все. Ваш ферз ходит, забирает пешки. Дальше все очень просто. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Продолжение следует.